С шаманскими бубнами на международный рынок. Ремесленник из Нарьинмара вышел на экспорт с товарами, которые производятся по технологии ненецкого народа. В этом ему помогли специалисты регионального центра развития бизнеса. Алина Ваучейская продолжит. В чуме мастерской вовсю кипит работа. Валерий Гудрев выстругивает будущий каркас для шаманского бубна, который после обтяжки кожи оленя отправится в Канаду. Заготовки делает из ольхи. Это дерево хорошо поддаётся обработке. К тому же материал очень прочный и лёгкий. Это внутри бубна такой. Человечек, то есть. Ну, как подавинчик. Знаешь, без конечницы, то есть такой. Изготавливаются бубны строго в соответствии с технологиями, которые Валерий перенял у мастеров ненецкой культуры. Этим ремеслом мужчина занимается около 10 лет. В последние годы спрос на инструмент шаманов колоссально возрос. Заказы поступают не только из России, со всего мира. США, Канада, Норвегия, Индия. Именно поэтому Валерий решил выйти на международную онлайн-площадку. Это спасибо ребятам с центра ЦРБ. Там есть экспертные отделки. Я так давно слушал по Ельце, Ебэй. Ну, вот эти площадки здесь, мировые интернеты. Ну, они специализируются на штучном товаре, то есть на хендмейт. А всё хотел, 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 хотел. А тут и захотел. Возможность выходить на международные площадки абсолютно бесплатно у окружных ремесленников появилась ещё в прошлом году. В этом им помогают сотрудники экспортного отдела Центра развития бизнеса. В ИОНу предоставляются федеральные средства на реализацию проектов по экспорту. У нас порядка 18 услуг, которые могут воспользоваться предприниматели. Одна из них – это выход на электронные площадки. Мы сами анализируем предпринимателей, которые уже готовы к этому. Находим их, общаемся и предлагаем эти. За счёт федеральных средств мы оплачиваем размещение, продвижение, пиар и обучение. Более подробную информацию можно узнать в Центре поддержки экспорта Регионального центра развития бизнеса.